Из Ростова в Саратов прибыла очередная партия беженцев из Украины. Специальный состав пришел в 5 часов утра. Он доставил в Саратовскую область 257 человек. Это семьи с детьми и пенсионеры из деревень и сел Луганской Народной Республики. На вокзале пассажиров спецрейса уже ждали представители регионального МЧС, чиновники и наша съемочная группа. Все эти встречающие на Саратовском вокзале в 5 утра ждут один состав. Его нет на табло и в расписании. Это специальный рейс из Ростова-на-Дону, который везет в Саратов очередную партию беженцев с юго-востока Украины. Сойдя на платформы, еще долго не расходятся. Во-первых, ждут, когда скажут, куда идти. А может, пока никак не могут смириться с мыслью, что они уже очень далеко от дома. Дрители, хорошо, спасибо, но домой хочется в Луганск. Однако обратно в Луганск нельзя, дорога закрыта. В регионе сейчас ведется активная фаза так называемой контртеррористической операции Украинской нацгвардии. Они лупят пожилым домам, градами, гаубусами. Они не идут даже в ближний бой, понимаете. Они будут бомбить. Эти твари просто не остановятся. Им все равно люди. Родители остались, не захотели выезжать. Я не знаю, что с ними. Не могу не дозвониться, ничего. А двое детей. Куда? С супругой с детьми. Всего на Саратовском вокзале встретили 257 человек. Это молодые семьи с детьми разного возраста и пенсионеры. Большинство вынужденных переселенцев – это жители не самого Луганска, а из деревень и поселков, расположенных вокруг центра Народной Республики. Наши таханов еще не бомбили, но, говорят, уже было очень близко. Как будто там уже рядом стреляют. Дети пугались. Уже не спали, истерики были. Самолеты летали, выбрасывали человечки световые. Они боялись, что это на них упадет. Только услышат звук самолетов, уже все прячется, глаза испуганные. Вот пришлось. Мы до последнего не ехали. А потом пришлось. Оставить свои дома жители оккупированной территории заставил не только страх попасть под минометный обстрел орудий. В Луганской Народной Республике уже несколько месяцев настоящая гуманитарная катастрофа. Прилавки пусты, нет электричества, воды и медикаментов. Там жить невозможно. Ни продуктов, ни воды, ничего. А там не света уже, не связи нет, ничего нет. Даже на дитя нет ни памперсов, ни детского питания, ничего. В надежде спасти хотя бы детей, многие оставили родственников и бежали в Россию. Несколько суток провели в лагере для беженцев в Ростове, а после сели на поезд до Саратова. Уезжаем просто из-за того, что детей больше нечем будет кормить. Продукты-то заканчиваются, те, что есть. Магазины пустые. Вот и все. Едем, это не от хорошей жизни. А там остались и родственники, и квартира, и все. У меня там осталась мать, бабушка, муж. Все там. Взяли и уехали? Да, детей взяли и уехали. На вокзале людей рассадили по автобусам. Каждый из них в сопровождении полиции уехал в разные районы области, где вынужденных переселенцев уже ждут. Правда, комментировать ситуацию на месте чиновники нам не стали. В телефонном разговоре с журналистами радио «Эхо Москвы» всю информацию озвучил председатель Шрезвычайной комиссии по беженцам Михаил Горемыко. Здесь 57 человек уже приехали, еще ожидается 47. У нас есть данные по гражданам Украины, которые официально учтены в управлении Федеральной миграционной службы. На вчерашнюю дату 3568. Надо понимать, что значительное количество есть еще лиц, которые расположены на территории региона, но не стали на миграционный учет. Я думаю, так прикидочно более 5000 у нас уже граждан здесь. Мест пока хватает. Используем сейчас все возможности, которые имеются. Автобусы с беженцами в сопровождении полиции разъехались по городам области. Переселенцев приняли пансионаты и дома отдыха Дергачевского, Калининского, Воскресенского и других районов региона. Несколько человек доставили в пансионат города Саратова. Однако ближе к вечеру сотрудники МЧС, чиновники и полиция ожидают прибытия еще одного поезда с беженцами. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.